Ну и конечно, когда находишься на такой высоте, как мы сейчас с Арземом, понимаешь, насколько наш город растет, увеличивается, становится все более прекрасным и популярным. И вот, кстати, о привлекательности, в том числе инвестиционной, мы сейчас можем поговорить с нашей следующей гостью, которой предлагаю пройти. Тем более, что сейчас, так сказать, самый разгар сезона. Ну а когда Крым по-настоящему прекрасен, это летом. Поэтому сейчас особенно хочется обсудить вопрос того, сколько людей прибывает в Крым, чем здесь вообще занимаются и во что здесь вкладывают. Как время проводят в первую очередь и какие сферы развиваются больше всего. Доброе утро, у нас в гостях сегодня Анна Абувакарова, начальник отдела маркетинга и коммуникации Корпорации развития Республики Крым. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот действительно мы вот отсюда видим, что Крым просто, Симферополь в частности, он разрастается. Все больше застроенных зданий, все больше высоток и, в принципе, любых других зданий. И скажите, пожалуйста, насколько сейчас инвесторы проявляют активность в том плане, что вот вкладывают средства непосредственно в объекты, которые строятся на полуострове? Ну, смотрите, насчет активности инвестора могу просто вам назвать цифры, да, в динамике. В 2017 году у нас было 195 миллиардов рублей инвестиций, больше половины из них. Да, за год. Больше половины из них это были частные уже инвестиции, то есть инвесторов. В 2018 году мы имеем уже 296 миллиардов рублей, ну, то есть это на 100 миллиардов даже больше рост. Ну, да, это очень прилично. Да, да. И опять же, 54% из них это инвестиции частные, инвесторов. Конечно, вкладываются. Ну, вы сами видите, действительно, растут здания, появляются новые производства. Они, конечно, ну, локальны, может быть, сразу этого всего, ну, не увидеть невооруженным глазом, но даже сравнить, что было 5 лет назад, да, как выглядел Крым и что мы видим сейчас. Ну, а в какие сферы чаще всего все-таки бизнесмены у нас любят вкладывать свои денежки? Ну, смотрите, по популярности, да, строительство сейчас у нас на первом месте. Затем сельское хозяйство, агропромышленный комплекс. Это, более того, и интересное для инвестора, и интересное для республики, потому что у нас очень много аграриев, очень большой потенциал. И, ну, на данный момент очень много недоиспользованной земли. То есть мы можем выращивать, но не выращиваем, потому что нет переработки, вплоть до того, что может пропасть там большой урожай, там, яблок, еще что-то. Поэтому и мы привлекаем в эту сферу переработку людей, и они сами заходят, потому что это выгодно, здесь есть продукция. В идеале, конечно, всю цепочку выстроить, чтобы мы сами выращивали, перерабатывали, упаковывали и продавали. В общем-то, к этому идем. Поэтому сельское хозяйство я бы на втором месте поставила. Туризм. У нас два моря. У нас сколько? Длинный пляж. Ну, и я так понимаю, что вот если мы говорим о туристическом кластере, что развивается не только сейчас сезон его, да, вот классический летний сезон, но и зимой, ну, к нам тоже, опять же, такие, может быть, формируются какие-то новые площадки для отдыха в Крыму непосредственно в другое время года, кроме лета? Ну, выход на круглогодичный курорт – это еще одна наша задача важная. Максимально растягивать сезон, чтобы люди к нам приезжали и зимой, и летом отдыхали, оздоравливались, получали какую-то, ну, культурную подпитку. Крым очень богат в этом плане. Работаем, работаем тоже в эту сторону. Пока как кластер, наверное, туристически он еще не так заполнился. Все-таки пока что мы еще больше на лето делаем акцент. Ну, вы видите, допустим, майские праздники у нас был рекорд в этом году. Зимой на Новый год едут люди, есть что посмотреть, есть что делать, начинают узнавать Крым. Многие даже жители России, они не знают богатой истории Крыма, что здесь можно посмотреть, да, знают, что в Европе посмотреть, что где-то в азиатских странах. Про Крым нужно просто больше рассказывать, больше показывать, что у нас здесь есть, каких-то, не знаю, передач интересных снимать. Ну, просто привлекать людей, говорить, что Крым – это круто, это интересно, да. Ну, собственно, привлечением людей и занимаются определенные инвесторы, да, они вкладывают, возможно, в какие-то не только строительные и физические объекты, но и рекламные кампании, или каким образом это происходит. Вложения в цифровой Крым вообще имеют место быть? В цифровой Крым? Да. Надо, чтобы популяризировать его именно в цифровом пространстве. Да, конечно, безусловно, над этим работает и Министерство туризма, также у нас есть национальный проект цифровизация. То есть рано или поздно от ЖКХ до любой другой сферы цифровизация, она, ну, как бы придет к нам, и мы от этого уже просто никуда не денемся. Вот не могу не спросить, какие удивительные сферы, да, казалось бы, может быть, есть такие несвойственные вроде бы как курортному региону, но у нас развиваются. Вот, может быть, вы можете отметить вот каких-то инвесторов, не называя фирм, которые вложились в бизнес, который раньше здесь, в принципе, не развивался вообще? Уникальная промышленность какая-нибудь, да? Да. Уникальная промышленность? Да, на самом деле, трудно сказать. Любая промышленность для Крыма, вот сейчас она уникальна. То есть ты открываешь какой-то завод, допустим, не знаю, металлических профилей, да, вот мы открывали в мае, в апреле этого года первый технопарк. Что он собой представляет? Это завод по производству металлопрофилей, это несколько производственных линий, сейчас они еще в стадии строительства, но одна линия лакокасно уже работает. Также на этой территории у нас учебные корпуса, там же будут жить люди, там же будут столовые, какие-то элементарные бытовые вещи. Может быть, даже у нас скоро маленькие городки, да, такие промышленные появятся? Вот в эту сторону. Также недавно приходил к нам интересный инвестор, тоже пока имя не называю, у него идея открыть город, что-то вроде детского обучающего города. Большая часть людей, детей, которые там будут, это будут дети-сироты, ну вот такое желание у человека, да, чтобы там жили дети-сироты. Сначала это будет детский сад, потом это будет школа, потом это будет там же на этой территории какое-то образование. И возможно, если, допустим, можно пойти по пути IT-кластера, там же они будут и работать. Ну, то есть такой маленький гугл, который выращивает прямо с детства людей. Чтобы была коммерческая составляющая в этом, конечно, там до 20% можно набирать детей из семьи, кто готов отдавать, когда как в интернат, именно за образование. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам. Я напоминаю, что у нас в гостях была Анна Абулакарова, начальник отдела маркетинга и коммуникации Корпорации развития Республики Крым. Спасибо.